Дорогие друзья, что же будет главным на новогоднем столе? Конечно же, решать вам! Но я вам предлагаю баранью лопатку. Вот смотрите, сегодня на рынке мне сняли ее с кости полностью. Это голяшечка. Здесь вот эта часть, и здесь, соответственно, то, что привыкает к плечу. Вот таким образом я ее развернул. Я ее еще не подрезал, ничего с ней не делал. Она всего лишь зачищенная от каких-то там, знаете, таких вещей, как без, или вот лимфоузлы, да, я вырезал. Потом вот здесь вот сухожилия, которые совсем-совсем толстые. Тоже обрезаю. Все остальное здесь свежак. Лопатка маленькая, ягненок маленький. Смотрим, если есть толстые части. Значит, во-первых, я не зачищал жир. Вот, видите, здесь прослойка жира, которая должна вытапливаться и делать мясо влажным, жирным, снабжать его, так сказать, влагой, сочным. Все, почти все, за исключением одной маленькой детальки. Как бы тут надо слегка прорезать вглубь для того, чтобы, ну, тоньше, чтобы он был, понимаете, тоньше. Короче, максимально, максимально нужно дать возможности всем специям попасть внутрь. Ну, и посмотрим, как получится. Будем крутить, вертеть, закручивать и так далее. Вот так как-то будет у нас. Все равно. Супер. Разложили. Дальше смесь специй. Смесь специй я хотел сделать, чтобы лопатка была такая, в грузинском стиле. Потому что, если есть баранина, на мой взгляд, она требует, конечно, небольшого количества специй. Ну, в смысле, смеси специй. Для смеси я беру вот что. Лопатка маленькая, еще раз повторяю, маленькая, маленькая. Давайте возьму чайную ложку, чтобы было понятно по количеству. Значит, у меня здесь синий поджитник или вот сухо сунели. Две ложки чайные добавляю сюда. Кориандр, семечки, кориандр, семечки. Одна такая не очень полная чайная ложка. Значит, эмеретинский шафран, который не шафран вовсе, но, короче, вот такую щепотку одну, да. Небольшое количество. Обязательно сюда смесь четырех перцев. У меня здесь своя смесь. У вас, скорее всего, должна быть своя. Ну, на дне, короче, чайная ложка здесь. У меня что-то не перестали молотиться нормально. Так, и, значит, вот это у меня перо из жопы совы. Это мускатный цвет. Значит, вместо него, если вдруг у вас такой штуки нету, а, скорее всего, наверное, нету, потому что я ее из Индии всегда привожу. Это вот прям то, во что облачен мускатный орех. Мускатный орех, когда растет, он, вот эти вот этот мускатный цвет, так называемый, он мягкий. Такой, как будто лапками, вот так вот, как будто лапками, вот как яблоко, вот так покажу. Вот так вот мускатный цвет облепляет мускатный орех сам. И поэтому, когда его чистят, вот эти вот доселе мягкие, значит, цветочки, их, они, ну, высушивают их и отправляют, и отправляют в пакетик. Это, соответственно, тоже часть пряности, поэтому я, в общем, мускатный. Вы добавляете мускатный орех, если есть, молотый и так далее. А я, соответственно, чайную ложечку вот этого мускатного цвета все добавлю. Я к тому, что используем то, что есть дома. Сразу же это должна быть полностью смесь, готовая. Три щепотки с половиной. И все это, все это нужно перемолоть. О, почти что перемололось. Аромат очень пряный, яркий, вкусный. Значит, вот что у нас получилось. Вот такая смесь специй. Имбирек, маленький кусочек имбиря. Я вот так вот сделаю. Значит, сначала порубим его мелко-мелко-мелко-мелко-мелко. Потом вот так вот. Ну, то есть просто в крошечку надо его перемолоть. И, ну, пока что оставить здесь. Ой, да свежется к Новому году, к Новому году, к новогоднему столу. Большой зубчик чеснока. Как бы баранина без чеснока. Ну, как? На моем канале не будет чеснока. Да нет, редко. Редко, когда нет чеснока. Нужно везде добавлять чеснок. Значит, раздавили, порезали. Потом вот так порезали. А потом вот так смешали. И еще раз вместе порубили. Аромат чеснока. А тут доносится аромат хуцхо-сунели. Все это превращается в такую какую-то аджику. В общем, смотрите. Посыпаем. Вот это вот сюда. Обильно, обильно засыпаем пряностями. Аромат раздается. Вообще, я в шоке. Я в шоке. Как это у нас год крысы? У меня, кстати, жена в год крысы родилась. Это ее вот год. Почти все. Да. Немножко, немножко оставим сверху. Начинаем вертеть, крутить. Кручу, верчу. Завернуть тебе хочу. Прям не стесняясь. Все, обвязываем веревочками. Чтобы у нас все держалось. Ну и как только у нас он скрутился. Вот, ну, сверху чуть-чуть прям. Нужно посыпать остатками. Все, теперь лопаточку мы отправляем на противень. На котором лежит пергамент. Жиром наверх. Чтобы это все у нас текло, растекалось. И, соответственно, 20 минут ставим верх-низ нагрев 190 градусов. Потом еще на 10. Верхний нагрев и максимальную температуру. Чтобы здесь появилась корочка. Для соуса нужно много орехов. Но, сказал я, я потянулся за чесноком. Чеснока нужно тоже много. Значит, берем два крупных зубчика. Один маленький отставляем. Вот так вот отрезаем нещадно. Все, что нам здесь не любо сердцу. Не долюбость сердцу. Сразу же маленький сотейник. На маленький-маленький огонек. Пол ложки сливочного масла. Пусть там растапливается. Я за это время быстро шинкую чеснок. Значит, чеснок нужно припустить. Потому что, если он будет свежий, это будет, конечно, жесть. Нет, ну наверняка это будет вкусно. Но такое количество чеснока вызовет у ваших гостей недоумение. Типа, что это чеснок, чеснок. И потом нужно же всех обязательно его есть. Чтоб потом не было вопросов, типа, целоваться, не целоваться. Там, от этого пахнет чесноком, от этого не пахнет. Мелко порубленный. Отправляем в масло. А в маслице он должен потерять свой свежайший аромат. И приобрести другой, припущенный аромат. Ну, что не жаримся-то? Так, пока он немножко шкварчит. За это время мне нужно сделать ореховую смесь. У меня здесь были пряности, которыми я обваливал рулетик. Ух ты! Он там стоит и жарится. Жарится и жарится. Слышите, как только зашкварчал чеснок, сразу нужно убрать его с плиты. Грецкий орех. Обязательно выбирайте кусочки, чтобы не было никаких перепонок там. Не дай бог попадутся. А они могут попасться, если у вас, например, орех недорогой. Потому что в дорогом чилийском орехе перепонки отсутствуют. А вот всякий лом, который продается в пакетиках в дешевых магазинах, там, конечно, можно себе и зуб отломать. В общем, в равных количествах по объему грецкий, фундук, миндаль. Немножко семечек у меня завалялось. Я думаю, отчего бы мне их не использовать. Все орешки чуть-чуть надо поджарить на сковородке, чтобы вкус был хороший. Немножко соли, щепотку буквально сюда. Я бы сюда чуть-чуть остроты бы добавил, а у меня где-то же перец был. Перец был, чили. Ладно, позже. А может и вовсе остроты не буду добавлять. Сейчас главное все это размолоть в муку. И когда у нас получилась такая вот паста какая-то, а вот это все от того, что за блендером лень идти. Короче, паста получилась. Значит, у нас чесночок здесь. Вот, и не китайский, не позеленел. Сюда пасту эту закидываем ореховую. Так, перемешиваем с чесноком. Значит, добавляем сюда пару чайных ложек воды. Два. И бальзамический уксус. Бальзамический уксус у меня здесь есть как раз 13-летний. Где-то на выставке мне подарили. Ну вот, неполная столовая ложка. У меня ложки еще такие икеевские. Там толком-то ложкой ложку не назовешь. Все, теперь прогреваем небольшое количество времени. Оп. Прям чтобы у нас вкус ореховый с бальзамическим уксусом и чесноком обменялся. Варить не надо, нужно прогреть. Чтобы процессы пошли. Щепотку соли не забываем. О, вот это шикардос! Пусть пока греет, пусть пока огонь не буду выключать. Теперь много кинзы со стеблями. Только корешки оставляем. И мелко-мелко-мелко-мелко рубим. Прям в кашу. Нужно, чтобы была однородная каша. Поэтому потратьте, пожалуйста, время, чтобы получить такую кашеобразную зеленую массу. Все. Теперь отправляем к орехам. К орехам отправляем. И, во-первых, перемешиваем. Во-вторых, добавляем немножко гранатового соуса. Ну, то есть, наршараба. Две с половиной ложки. Учитывая, что ложка, одна у меня уплыла на стол. Все перемешиваем. У нас получается вот такая вот густая масса. Здесь остался всего лишь один ингредиент. Это сок от мяса. Мы его добавляем и потом уже. Но, так как у нас время прошло, ставим на максималочку верхний нагрев. Все. Теперь осталось где-то 7-10 минут для того, чтобы образовалась корочка. И мы достаем. Время истекло. Пора все доставать. Мяско. Лопаточка. Лопатка самая, блин, благоприятная часть барана. Самая благоприятная. Во-первых, там 100% все мягко. Единственное, что нужно учитывать возраст барана. Если вдруг вы попали на барана, которому уже очень-очень много лет. Он старый аксакал. Тогда, конечно, вы там ничего не добьетесь, не дождетесь. Ну и, соответственно, проиграете. Но когда барашек молодой, тогда лопатка. Я вот ее даже, когда шашлык делаю, долго не мариную. Ну, потому что, что там мариновать? Все растекается. И запекаю каждый раз с удовольствием. Жидкость для соуса добавляем в соус. Тавтология. Жидкость от баранины добавляем в соус. Смотрите, соус должен быть густой. Можно сюда добавить зерна граната, еще что-нибудь. Переносим вот сюда. Все остальное сливаем. Не боимся того, что там есть жирок, который вдруг может застыть. Вообще ничего страшного в этом нет. Если вдруг у вас соус начал подстывать, просто берите его сразу на печь. Духовку, если у вас там что-то стоит. Просто прогрейте его, и все. Ничего здесь особенного не произойдет. Вот это я понимаю. Отрезаем. Жалко, конечно, что сейчас все потечет-потечет. Не дали остыть ему. Разрежу пополам. Покажу, что внутри, а там уже видно будет. Короче, нельзя его резать, когда он только-только из духовки. Потому что из него вся вода вытечет. Я это знаю. Но так как времени немного, так как мы его достали, и нет желания тут томить вас ожиданием, давайте вот так сделаем. О, перфекто! Это же великолепие. Посмотрите, что здесь такое. Это же вообще! Это же вообще! Во-первых, кориандр. Уцхо-сунели. Все эти пряности. Мускатный цвет дают какой-то божественный восточный аромат. Но вообще бараниного у всех, мне кажется, ассоциируется? Нет, не у всех ассоциируется с Востоком. Самое главное, что это просто божественный цвет. Невероятное новогоднее настроение сразу приходит нам вместе с лопаткой. Ну и все. Осталось только отрезать кусочек вкуснейший. Вот так вот раз. Ну, если его охладить, как я уже сказал, то, конечно, он будет поплотнее. Вот так по чуть-чуть везде, чтобы нитки не резать. Я его хочу все-таки остудить, а потом только убрать нитки. Тогда он как бы будет такой плотный. Поэтому мне вот парочку кусочков достаточно будет. Шикарно. Если вдруг вы решили, что он немножко сыроват, ну, он бывает такой типа розовый, значит, вы должны для себя его подольше жарить. Для меня дольше жарить не надо. Поэтому по всякой претензии, типа, он там сырой, вообще не принимаются. Я жарю для себя, как хочу, вам рассказываю. А если вы вообще такого не едите, значит, жарьте его, блин, еще 40 минут. Будет подошва, грызите его там. Соус потрясающий. Блюдо новогоднее, восточное. Выберите по своему вкусу гарнир и встречайте Новый год с радостью и вкусным столом.